Добрый день! Любое другое время суток, по вашему выбору, продолжаем мы читать нашу любимую моночку Даль. После пробежки такой по московским призракам и привидениям быстренькой, она решила плотно разобрать несколько московских еще таких вот мест, опасных в мистическом плане, ну и, естественно, не могла пройти мимо Сухаревой башни и, соответственно, мимо Якова Брюса. Итак, глава 12, колдун Сухаревой башни. У каждого дома, у каждой улицы в Москве своя жизнь, своя история. Сухаревская площадь – красивое таинственное место старого города. Несколько веков таит свои секреты. На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная сизая фантастическая громада Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом пчеле. Действительно начертана. Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы – все хранит отпечаток другого века. Отпечаток той грозной власти, которой ничего не могло противиться. Так писал о Сухаревой башне в 834 году Лермонтов. С Сухаревой башней связано много легенд. Самая первая имеет отношение к причине ее постройки. Доподлинно неизвестно, что именно стало поводом воздвигнуть башню именно в этом месте, дать ей такое имя и придать ей такие немыслимые и чуждые для русской архитектуры формы. Ну, вообще, доподлинно известно, потому что был на это приказ Петра Первого, и изначально это вообще были ворота, над которыми уже строили башню. Да, мистика овеяна прошлой Сухаревой башней, стоявшей на ней старой, Сухаревой площади, стоявшей на ней старой башней, извините. Одно из наиболее загадочных строений Москвы было построено в 1692 году в подарок Сухаревскому стрелецкому полку. Ну, тут есть некие расхождения, да, потому что строить ее начали только в 1692 году. Ну, и вообще, вот я дам ссылочку на это вот издание, замечательное совершенно, под названием «Русские достопамятности. Москва, 62-й год». Тут 10 номеров, вот в этом файлике. Первый из них про Сухареву башню. Вот. И, соответственно, здесь вот в подробностях, да, когда, где ее построили и так далее, и тому подобное. В 1695 году закончили ее строй. В подарок Сухаревскому стрелецкому полку и названных в честь полковника стрелецкого войска, охранявшего в 17 веке Сретенские ворота, Лаврентий Сухарева. Что значит «в подарок полку»? Башня строилась для хозяйственных нужд, там много чего в ней размещалось. Вот. То есть, ну, во-первых, там размещался этот самый Сухарев, да, со своим полком. Вот. Во-вторых, там обучали фехтованию, но это вот в рамках этого самого полка, да. В-третьих, там была школа математических, навигацких наук, там еще что-то. Вот. В общем, там было много чего. Что значит «в подарок полку»? Нужная была вещь, башня. Вот. В тяжелое для юного царя время этот полк оказался единственным, кто остался верен во время памятного стрелецкого бунта 89-го года. В год, когда Петр стал править самостоятельно выжившие в битвах стрельцы, впоследствии были щедро одарены молодым царем, а вот о самом храбром полковнике больше нигде не упоминалось. Броньё. Извини, моночка. Не хотел обидеть. Я вот как раз покопал немножко этого самого Лаврентия Сухарева и обнаружил ссылки на него. Когда Нарву брали в 1700 году, он командовал полком при взятии Нарвы. И единственное, что я не смог понять, его по одним сообщениям там то ли убили при штурме Ивангорода, то ли не убили. Вот это вот я не понял, но в 1700 году гражданин был ещё жив-здоров и служил в войсках. С чем это могло быть связано? Сухарев помог бежать Петру, значит, знал, где скрывается царь. А такие свидетели были всегда нежелательны. Сильные миры сего не любят огласки. Есть версия, что за верность царю полковник поплатился. Говорили, будто голова его была замурована в стенах той самой Сухаревой башни. Это по одной версии. Ну, собственно, я бы на месте Петра Первого замуровал бы в стенах Сухаревской башни головы тех, кто такое говорил. Ну, и даже если это вдруг, допустим, такую вероятность небольшую, что это вдруг правда, то, повторюсь, замуровали голову после 1700 года, уже при Якове Брюсе. Есть, конечно, альтернативный вариант истории Петра, спасшийся в Свято-Троицкой обители. Пожелал отметить свое чудесное избавление от смертельной угрозы и воздвигнуть на московской дороге, которая вела в Лавру богатый монументальный въезд в город. Между прочим, сам Петр дал башне название Сретенской по земляному вау, а Сухаревой она стала называться лишь после смерти императора. Ну, в принципе, можно как бы почитать надпись, да, которая была, собственно, на оборотах этой башни, да. По велениям благочестивейших, тишайших, самодержавнейших, великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, мы же помним, Петр правил не один, так, на секундочку, Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые России, уже России, самодержцев, по Стрелецкому приказу при сидении в том приказе Ивана Борисовича Троекурова. Построены во 2-м Стрелецкому полку по земляному городу Сретенские ворота, а над теми воротами палаты и шатер с часами, а подли ворот по обе стороны малая палата да казенный амбар, а позади ворот к новой Мещанской свободе часовня с кельевами к Николаевскому монастырю, что на перерве начато то строение строить в лето 7200 года, 92-й, да, 692-й, а совершено 7000-2003-го, 695-й, а в то время будущего у того полку Стольника и полковника Лаврентия Панкратьева, сына Сухарева. Ну вот, то есть, это если вдаваться в подробности. Сухарева башня, олицетворявшая корабль с мачтой, была построена архитектором Чаглоковым на месте старых деревянных Сретенских ворот земляного града. Галереи второго яруса символизировали верхнюю палубу, восточная сторона носа, западная корму. Ну, в принципе, вполне реальная тема, да, потому что тогда морская тематика, это был топчик просто, это был тренд. Ну, Петр Первый из Европы вернулся вот как раз, да, то есть, начал фигачить там корабли, там на озерах, там и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, морская тематика, это был писк моды. Однако царь видом строения оказался недоволен, решили башню перестроить, что и было с успехом сделано в 698-701 годах. Каменные палаты были настроены третьим ярусом, а башня двумя этажами. Теперь она превышала 60 метров, и в народе стали ее называть невестой Ивана Великого. Это действительно была необычайно красивая башня. Стены третьего яруса оживляли парные окна с причудливыми наличниками, а широкая лестница вела на гульбище вокруг второго и третьего ярусов. Ну, на галерею, насколько я понимаю, да? Ну, собственно, я думаю, фото там планы этой башни мы можем посмотреть, ну, просто гуглом, да? Ну, вот, очень их много в сети, это ни для кого не секрет. Сухареву башню, как Спасскую и Троицкую, украсили часами и двуглавым орлом. Орел был диковинным, в своих лапах он сжимал молнии. По преданию, за день до вступления Монаполеона в Москву, над монументальной башней появился ястреб с опутанными веревками-лапами. Пролетая над башней, ястреб зацепился за крылья орла. Плененная птица долго билась, пытаясь вырвать вся, судя по всему. Ну, вот, редактор периодически курит, а к ночи умерла. Народ воспринял это как предзнаменование. Завоеватели погибнут от русского орла. Ну, то, что завоеватели погибнут от русского орла, по-моему, еще за год до, собственно, войны 12-го года, на пальцах просто раскидал французскому послу Калинкуру в Москве Александр Первый. Он, конечно, был небольшой стратег, ну, в смысле, вот, конкретном ведении военных действий, не Кутузов, да, но он ему, я сейчас вольно так пересказываю, сказал, что господин посол, вы передайте Боне, что если он нападет, я буду отступать хоть до Камчатки, и меня поддержит весь мой народ, вот. И, в общем, не советую вам этого делать. Ну, как мы знаем, примерно по этой схеме все и получилось. Вот, то есть, Александр, он тоже понимал определенные моменты. Башенные часы тоже, мягко говоря, были странные куранты с неподвижной стрелкой и вращающимся циферблатом. Такая инновация. Гордо стояла Сухарева башня со своими большущими часами издалечия была видна. Немало темных легенд о ней ходило между горожан. Росказни эти делали и без того бойкое место еще более привлекательным. По воскресеньям у подножия башни кипел торг, на который шла вся Москва. С рассвета до потемок толкалось на площади множество всякого людо. С давнишних пор Сухаревка была местом сбыток Раденова. Там, кстати, не так далеко и хитровка, поэтому... Ну, хитровка, я думаю, не надо объяснять, что такое, да? Это такое московское криминальное гето. Читайте Бориса Акунина. Только книжки про Фондорина и только ранние. Остальное не читайте, не дай бог. И вещи продавались здесь задешево, по случаю. Сухаревка жила случаем и, как правило, несчастным. Моночка замечательная. Сухаревский торговец бывало укупит за бесценок у нуждающегося человека, а то из-под полы товарца добудет, а товарец это бывало и дымом от поджога попахивает, а то и кровью запятнан, а уж слезами горючими, да безутешными палит всегда. Вот, ну и еще тут можно добавить... Вот, сейчас, секундочку. Где-то тут была статья хорошая. А, вот, очень неплохая статья про Брюса и Сухареву башню. Ну, короче, тут вот было высказано такое вполне резонное предположение, что Сухаревская площадь, вообще вот это вот место, оно пользовалось плохой репутацией, потому что там можно было от этих вот самых стрельцов, которые там тусовались, да? Ну, стрельцы же, они там квартировали, да? То есть, грубо говоря, жили, гуляли, бухали, и вот там можно было огрести. На самом деле, ночью, если там шляться, вот, можно было схлопотать по башке. Вот. В апреле 700-го года башня перешла во владение навигацией школы, чья история стоит бок о бок с именем Якова Брюса, друга из подвижника Петра. Того самого, кого величали не иначе, как Брюс Колдун. Ну, по поводу Якова Брюса. Сразу надо сказать, что это не просто так, да? Что это потомок рода шотландских королей, аж двух, да? Ну, мы знаем Роберта Брюса, там еще был, по-моему, Дэвид Брюс. Вот. То есть, такой серьезный человек, а сам, как бы, род Брюсов, он имеет свое начало даже не в Шотландии, а в Нормандии. То есть, это нормандские колонизаторы и, судя по всему, бывшие викинги. Вот. Так что, вот так вот. На Москве его считали чернокнижником, который предсказывал судьбу по звездам, умел оживлять мертвецов, свинец обращать в золото, а старца сделать молодым. И неспроста есть точные сведения, что граф увлекался не только наукой, но и черной магией. А первые самолеты строились именно на основе чертежей о оставшихся от знаменитого мага-ученого и чудом уцелевших. Все самое мистическое и непонятное, что связано с именем Брюса, относится к Сухребской башне. Ну, тут вот, кстати, интересный момент. Я уж не знаю, насколько первые самолеты строились на основе чертежей Брюса, но то, что он действительно пытался, там, острячить какие-то летательные аппараты в своих этих лабораториях, да, то есть в навигацкой школе и так далее. Это факт. Ну, вот, от них действительно чертежи остались. Ну, и вообще вот эта вот тема, да, Брюс Колдун и так далее и тому подобное, ну, действительно, в Москве, которая, ну, грубо говоря, в таком вот районе, да, где рынок, где хитровка, где вот такие темные люди в основном, да, это ж не Кремль, где все уже более-менее образованные и так далее, и тому подобное. Нет, это простые горожане, достаточно темные люди. И тут начинают какие-то научные эксперименты проводить. Ну, естественно, как бы, Брюс получил соответствующую репутацию. Тем более, что, насколько я понимаю, ну, тем более, что он иностранец, и я не удивлюсь, если он даже был протестантом. Я вот на это как-то вот не обратил внимания, вот, но, скорее всего, ну, хотя мог быть и православным, если он уже, как бы, все-таки считается русским деятелем, да, вот, то есть, если он уже здесь родился, мог быть и православным, но все равно иностранец, как бы, для настоящих-то русских, скрепных людей, необразованных, вот. С 702 года в башне Брюс проводил магический опыт и точной информации, что именно делал там ученый-колдун, нет. Записи, касающиеся экспериментов, странным образом исчезли сразу после его смерти. Ну, вообще, с тех пор очень много всего исчезло. Именно в Сухревой башне Брюс хоронил свою кунсткамеру, которую очень гордился. Ну, такая вот, ну, тоже мода, вот, у царя есть, у меня тоже будет. Вот. Жители округи, как чумой, боялись колдуна. По свидетельствам очевидцев той эпохи, он порой приглашал к себе одиноких бродяг, маргиналов и ночлежных детей, которых больше никто не видел. Господи, какие-то, какие-то нехорошие намеки. Все-таки дети-то у него были. Дети. Семья. Две дочери. Так. Ага. То есть, по большому счету, детей-то не было. Вот две дочери умерли. Ну, не знаю. Все-таки, видимо, он был натурал. Вот. Ну, ладно. Кстати, известно 34 случая пропажи людей в районе Сухаревской площади за один только 2010 год. Интересно. Вот, если взять статистику по Москве вообще пропажи людей, я думаю, что это не так много. И это лишь официальные данные. Перед своей смертью Яков Брюс проклял башню. Зачем? Так, дальше. Ходили легенды, что Брюс владел волшебной черной книгой царя Соломона. И книга эта открывала все тайны. Давала власть над миром. Интересно, почему у Брюса тогда не было власти над миром, если он владел этой книгой? Считалось, что магическую книгу достать нельзя. Она никому в руки не дается, а сохраняется в таинственной комнате в Сухаревской башне, куда никто не может войти. Между прочим, говорят, что именно в галереях под Сухаревой башней замурована и знаменитая Либерия Ивана Грозного. Тоже читайте. Бориса Акунина, Алтын Талабас. Ну, про Либерию мы, по-моему, уже говорили, когда говорили про дигера под Кремлем, про раскопки, которые там тоже ищут. Да, которые веками безуспешно ищут в лабиринтах под Кремлем. Интересно, а если она пропала, вот эта вот Либерия Ивана Грозного при Иване Грозном, как она на Сухаревку-то попала? Там же во время Грозного не было никакой башни. Трудился Брюс, помимо всего прочего, и над эликсиром бессмертия, и, по всей видимости, добился успеха, но умер. Перед своей смертью проклял башню. Согласно завещанию, после его смерти следовало обрызгать его тело живой водой, но доверенный слуга по неосторожности разбил флакон с драгоценным составом. Только несколько капель попали на руку Брюса. Средневековая легенда, скажете вы, возможно. Вся эта история окружена загадками, а овеяна эзотерическими полутонами. Но почему же, когда большевики вскрыли могилу Брюса в 20-х годах 20-го века, прошедшего под знаком оккультизма, века, одна рука его оказалась нетленной. Может быть, он был святой? Предположим. Когда пережив Петраль на 10 лет, в 35-м году Брюс умер, таинственную и столь желанную книгу попыталась найти императрица Екатерина I. По ее приказу обыскали и перевернули обсерваторию на башне и архив графа, хранившийся в Академии наук. Поиски оказались тщетны. Книги не было. Книга Соломона, видимо, написанная по-древнееврейски. Разгневанная императрица повелела башню опечатать и поставить караул, который был снят только в 24-м году. Ну, тут можно как бы отметить, что несмотря на этот караул, в башне происходила куча всего, да, ну, тут вам устроили резервуар мытищинского водопровода, например, да, вот, то есть происходили всякие переделки и так далее и тому подобное. Трансформатор электрический для освещения часов, компрессорная станция, я не отрицаю того, что все это время там стоял караул императрицы Екатерины Первой. Почему бы и нет? Это серьезные такие вещи, да, то есть, которые надо охранять, тот же трансформатор, там, и все, дорогой, наверное. Вот, по всей видимости, императрица имела основание верить в существование книги, чтобы предотвратить чьё-либо проникновение внутрь стражи, внутрь башни выставило стражу. Ну, как мы видим, несмотря на стражу, в башню шлялись все, кому не лень. Даже большевики не сразу рискнули ее снять. Вообразите, отошли в вечность два столетия, российская империя переживала потрясение войны, революции, крушение монаршей власти, а караул все стоял. почему нет? Вот у нас в Базолее там же еще стоит, по-моему, караул или у вечного солдата, ой, господи, у вечного огня, у неизвестного солдата тоже караул стоит, хотя тоже вот уже и одно государство развалилось, другое сменилось. А вот при жизни москвичи боялись Брюса, пугал он их и после смерти. Его тело уже было погребено в склепе у Лютерянской кирхи, да, протестантом был Святого Михаила в немецкой свободе, но каждую ночь в обсерватории загорался свет. Ребята, моночка, ну елый павел, он же не один там жил, там могла ходить уборщица убирать, например, или какой-нибудь призрак появляться Ивана Грозного, ну как мы любим, да, он, тем более, он был в Лютерянен, там, там, вампиры какие-то могли водиться, еще что-то. Так, дальше начинается любимое про Иосифа Сталина, да, про Иосифа Сталин, Сталине, склонным, как все садисты, к мистике, я очень люблю вот эти вот моночкины пробросы, я просто от них тащусь, поиски таинственной книги возобновились, в ночь 13 на 14 апреля 34 года приступили к уничтожению башни, вот, а чтобы замаскировать поиски книги, значит, и уничтожению башни, Иосиф Сталин в 31 году отдал приказ, как бы, составить генеральный, план генеральной реконструкции Москвы, да, вот, собственно, в которой, собственно, был, был внесен, внесен этот снос Сухаревской башни, вот, причем в отличие от других памятников архитектуры, разрушали башню долго и кропотливо, разбирали по кирпичику, тут зависит от памятника архитектуры, если стоящий на берегу Москва-реки там и немножко в стороне от жилых домов Храм Христа Спасителя можно динамитом рвануть, то, например, стоящую прямо посреди Садового кольца, ну, давайте посмотрим, да, где стояла Сухарева башня, это пересечение Садового и Сретеньки, да, то есть, тут вот жилые дома, например, есть, да, вот тут вот церковь стоит, кстати, вот, тут вот склиф, и его строения какие-то, да, то есть, вот там как бы динамитом хреначить не самый лучший выбор, там все-таки летят осколки, все дела, вот, Сталин искал черную книгу, говорят, что какие-то книги в стенах башни все-таки нашли, но сам, сам таинственный манускрипт отыскать не удалось, черная книга колдуна из Сухаревой башни так и осталась загадкой, энигмой, взбешенный тиран приказал взорвать то, что осталось от башни, ну, да, когда у вас остался только, только фундамент, соответственно, его уже можно там по частям рвать и так далее, тому подобное, присутствующий, при этом, Лазарь Каганович, тоже, кстати, одержимый оккультизмом, говорил после Сталина, что заметил в толпе высокого худого человека в старинной одежде и парике, который угрюмо погрозил ему пальцем, после чего исчез. Мне очень нравится вот это вот трогательное единение лютеранского, то есть протестантского призрака Лютера и Кагановича, который был, во-первых, коммунист, то есть атеист, во-вторых, был еврей, то есть можно предположить, что он был иудей, да, там где-то в Генезисе, там, в предках, да, вот, и плюс ко всему еще и одержимый оккультизмом. Вот, погрозил ему пальцем, после чего исчез. Но некоторые научные труды Брюса кровавый тиран все же нашел и использовал при строительстве современной Москвы. Вот так вот, да, могилу Брюса уничтожили в 29-м году, разрушили кирху, ставшую последним предстанищем чародея, обнаружили в склепе гроб с телом, облаченным в хорошо сохранившейся кафтан и камзол. Ну, по поводу очередного преступления большевиков, то есть, разрушения кирхи, ну, знаете, я вот очень сомневаюсь, что у нас столько протестантов было в Москве в 29-м году, чтобы содержать кирху, а государство ее содержать, извините, менять не обязанных. Уцелела и нашивка ордена Андрея Первозванного. У мертвеца на пальце обнаружили старинный фамильный перстень. Останки передали в лабораторию советского антрополога и скульптора Герасимова, но вскоре они бесследно исчезли. Герасиму вообще не везет с этим делом, да? Останки Ильи Муромца, например, сперли из Киева, насколько я понимаю. Останки Ярослава Мудрого пропали оттуда же. Остались лишь перстень и одежда. В наши дни одежда графа хранится в фондах Государственного исторического музея, а знаменитый перстень черного книжника затерялся во тьме времен. Ну, проще говоря, сперли. Непонятно, большевики только или кто-то после них уже. Вот. В наше время у гранатного двора, где когда-то располагались артиллерийские ряды, возглавляемые лютеранином, на людей часто набрасывается черная собака. Появляется она непонятно откуда, словно вырастает из-под земли, ведет себя враждебно, яростно лает и исчезает так же неожиданно, как и появилась. Ловкая собачка. Ну, собака, сами понимаете, это дьявольское животное, которое в алтарь нельзя по церковной пускать и так далее. На Спартаковской улице до сих пор стоит Дон Колдуна. Вот. На нем когда-то были нарисованы часы, по которым можно было найти сокровище знаменитого шотландца. Почему не нашли-то? Вот. Многие люди сошли с ума, разыскивая клан чернокнижника и часы в конце концов стерли. То есть, а... я не понял, ну, а как тогда часы указывали на клад, если никто нихрена не нашел? Дом стережет стая воронов. Если люди пытаются приблизиться, они налетают, стараясь прогнать их от дома. Ворон к ворону летит, говорят старожилы об этой загадочной стае. Во все времена ворон давал помощь волшебнику. тут дальше, извините, меня два абзаца про то, как... что символизирует ворон, да, в том числе и в алхимии. Я думаю, сами прочитайте, просто длинный текст. Вот. А это, как бы, сильно отвлечение. После уничтожения Сухаревой башни дух графа много раз появлялся в глинках в своем имении. Его видели там неоднократно. Часто призрак колдуна бродит по Москве в ожидании, когда, наконец, башню восстановят. Зачем? Он же ее проклял. Он ее перед смертью проклял. Сталин пришел, ее разрушил. Ну, призрак вообще-то должен упокоиться. Нахрена ему опять эту башню восстанавливать? Однако, не только черной магией занимался Брюс. Потомок шотландских королей тяготел к естественным наукам. Именно он стал автором первой карты России от Москвы до Малой Азии. Составил также астрологическую и геолого-этнографическую карту столицы. Первым, кто всерьез отнесся к астрологической карте Брюса был коммунистический правитель Сталин. Так, я не понял. Моночка, что с твоим стилем стало? Какой коммунистический правитель? Тиран, садист и упырь Сталин. Вот так правильно. Сохранились приказы Сталина, чтобы метро строили по астрологической карте составленный граф. Где сохранились такие приказы? Где их можно почитать? Вообще приказы Сталина надо отдать им должное. Они в массе своей сохранились и мы можем их почитать. Но вот что-то про приказы строить метро по астрологической карте я читаю в третий раз в жизни, учитывая, что я третий раз перечитываю книжку Мон и Даль. Если кто-то из тех, кто слушает, знает, где лежат такие приказы. Ребятки, дайте ссылки в комменты. Очень интересно. Вот. Поэтому на кольцевой линии всего 12 станций по числу знаков Зодиака. 13-ю Суворовскую никак не удается построить. Ну, судя по всему, ну, сами понимаете, это середина, ну, там, 2011-2012 год. Судя по тем событиям, которые тут упоминаются, книжка была написана когда-то вот тогда, по крайней мере, это глава, вот, а сейчас пришел чукотский колдун, шаман Сергей Семенович Собянин, и, судя по всему, магию Брюса заборол, потому что он уже столько всего понастроил. Мне вот только интересно, пользуется он при этом какими-нибудь астрологическими картами или нет. Брюс утверждал, что Москву следует строить по принципу кругов, видимо, пользуются. Кольцевая структура самая надежная. Большевики, преображая Москву, прокладывая новые дороги, пользовались его астрологическим завещанием. Так появились современные Садово и Бульварное Кольца. Слышите вы, придурки, которые кричат, что большевики Москву испортили тут и так далее, и тому подобное. Большевики все делали по фэншую, то есть по Якову Брюсу. Ну, кстати, по поводу московского метро и знаков Зодиака у нас есть альтернативная версия, что, значит, тут не Брюс порылся, а Генрих Егода, показания которого мы с вами недавно зачитывали, да, вот. Многие знают, что метро хотели строить в Москве еще до большевиков, но в Российской империи было сильное влияние церкви, подземелье это преисподнее, царство тьмы, ну, учитывая, какое количество призраков, судя по Моне, дали, там шляется, это да, ну, в любом случае, метро, оно лежит посередине, между Навью и Явью, поэтому, как бы, да, вот. А в СССР Егода дал приказ, дал проект строительства метрополитена на одобрение астрологов и магов, они провели работу и дали свое заключение, в нем говорил, что первое поселение на территории Москвы появилось 15 мая восьмом веке до нашей эры, я не понял, им дали проект строительства метро, причем здесь, когда появилось первое поселение, ну, и так далее, и тому подобное, Кремль, по мнению астрологов, символ Тельца, траляля, метро нужно разделить на 12 секторов, четко соответствующих количеству знаков Зодиака, Егода довел эти сведения до Сталина, Сталин не сильно во все это поверил, ну, потому что сам он уже читал вот эти все астрологические карты Брюса, однако, решил согласиться с этим планом и кольцевых станций стало именно 12, и сказал, чтобы метро открыли именно 15 мая, ну, и так далее, и тому подобное, в общем, если хотите, я тоже ссылочку на это дам, так, 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 геогографическая карта Брюса пропала в середине прошлого века, вот это вот, кстати, правда, действительно пропала, но ее описаниями располагает Академия Наук, Брюс, в частности, предупреждал, что нельзя вести плотную застройку на Дмитровке, поскольку там под землей много пустот, смотрите первый выпуск, Мон и Даль, там про пустоты под землей в центре Москвы есть, к этим советам современные строители не прислушивались, в результате дома на этой книге, ой, дома на этой улице оседают и пробаливаются, ребят, много вы помните провалившихся домов на Дмитровке, я что-то не припомню, не стоит строить высоких домов на набережной Москва-реки в районе Воробьевых гор из-за риска оползней, ну вот, на данный совет великого Якова Брюса, значит, положили такой длинный прибор строителей Храма Христа Спасителя в свое время, когда они начали строить его на народные пожертвования именно в районе Воробьевых гор на набережной Москвы-реки в результате, значит, крепостные крестьяне, которых туда сгоняли на это строительство, просто умирали от болезни, ну, потому что там была болотистая территория, бабки разворовали, проект не удался, кое-кто уехал за это дело в Сибирь, а потом уже на чисто государственное бабло начали строить храм на другом месте, да, на месте бассейна Москва и построено вопреки предостережению графа новое здание Академии наук начали укреплять сразу же после постройки, пытаясь остановить угрозу обрушения, зато место это отметил, Брюс отметил как самое подходящее для учебы и поэтому на Воробьевых горах при Сталине начали строить новое здание МГУ, про то, как строили здание МГУ есть на канале отдельный ролик про зэков, которых там прямо вот с 30 этажа выкидывали прямо в Москварику, да, и так далее, и тому подобное, вот, я этот вопрос разбирал. Жить лучше всего в Кузьминках? Не уверен, вот, у меня в Кузьминках жили прабабушка и прадедушка, я у них там в гостях бывал, ну, не знаю, мне как-то в теплом стане больше нравилось. а веселиться на Пресне, тоже кому как, я вот на Арбате предпочитал, вот, самым подходящим для развлечения и пьянства местом Брюс считал район, где возвышается здание правительства РФ, вот тут Брюс, Брюс, браво, Яша, молодец, просто, есть на карте Москвы гиблые места, Перова, ну, в принципе, хотя нет, не знаю, у меня там бабушка жила в Перово, вот, мы там по паркам гуляли, там, рыбу в прудах ловили, место, в принципе, ничего так, и начало Кутузовского проспекта, это там, где здание мэрии, что ли, книжка стоит, ну, бывший, полицейские называют эти места Бермудскими треугольниками, уже полицейские, уже после переименования полиции в милицию, то есть, эта книжка написана при Медведеве, да, ну, да, где-то, вот, 2011-2012, по крайней мере, это глава, потому что, в других местах, там такое впечатление, что она в 90-е написана, в течение суток здесь происходит больше ДТП и порой весьма серьезных, чем во всех районах столицы вместе взятых, в начале Кутузовского проспекта, ну, не знаю, я, я, к сожалению, я просто не автомобилист, меня вот об этом сложно судить, веками Сухаревская площадь накапливала негатив, источником которого были люди, ну, естественно, сегодня площадь словно притягивает к себе неприятности, в 21-м веке москвичи столкнулись с поистине катастрофичным положением дел, постоянные ДТП, пожары, покушения, убийства, исчезновения людей, Сухаревская площадь стала просто смертельно опасной, я там недалеко работал, там, как раз, кстати, вот, где-то в это время, чуть позже, вот, там недалеко редакция журнала «За рулем», вот, ну, как-то вот я не замечал, я там нормально себя чувствовал, более того, там есть совершенно шикарное место под названием «Чебуречное» номер один, если кто не знает, одна из последних оставшихся московских достопримечательностей такого рода. Пожары на Сухаревке. Несколько лет назад Москву потрясла серия жутких пожаров, конечно же, Сухаревская площадь не могла не отметиться в разделе подобных инцидентов, только чудом в страшном пожаре не пострадали люди, весь дом был выселен за пару дней, какой дом? До трагедии. По данным столичного управления пожарной безопасности, мелких и крупных возгораний, в районе площади случается до 30 месяцев, не слишком ли много для столь небольшого участка земли, но учитывая, что там довольно много народу живет, там жилые дома вокруг, ну почему нет, дураков везде хватает. Дорожно-транспортное происшествие. Москва занимает первое место в мире по количеству ДТП. Правда, что ли? Честно говоря, не уверен. Мне кажется, что где-нибудь в Мехико их может быть там побольше, например. Вот, интересно, какой же их процент приходится на Сухаревскую площадь? Интересно. В одном из таких ДТП серьезно пострадал генерал-полковник ФСБ Алексей Седов. Вместе с ним подберлись опасности его жена, водитель, а также водитель второго автомобиля, участника ДТП. Вот тут вот я решил проверить, просто ради интереса, есть ли такой полковник, генерал-полковник вообще. Знаете, оказалось, есть. Вот. Генерал-полковник полиции, а не ФСБ, да. федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и РФ с марта 2006 года, да. Ну вот. Короче, вот его биография, ну, реально есть такой человек, ну, был, по крайней мере, не знаю, как сейчас. Вот. Хобби теннис-баскетбол разведен сын и дочь. События. Вот. 7.10.2009 направляйся с семьей на концерт Элтона Джона на служебном Мерседес с включенной мигалкой выехал на встречную полосу возле дома номер 4 на Большой Сухаревской. Ну так, давайте начнем с того, да, что человек едет по личным делам с семьей на концерт Элтона Джона, едет на служебном Мерседесе с включенной мигалкой. Вот. И выехал на встречу по... на встречную полосу, да, после чего протаранил легковушку. Пострадали 6 человек. Какая прелесть! Руководитель службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ. Красавчик просто. На концерт с мигалочкой по встречной полосе. Вот. Ну и чуть не угробил сына с женой, да? Отличный персонаж просто. А вот. Ну а тут есть люди и поизвестнее. Генерал-полковник ФСБ здесь же, чуть-чуть не доезжая самой площади в ДТП погиб участник группы Банда, участник фабрики Звезд 4 Ратмир Шишков. Аварии на пороге Института Склифосовского не редкость. Я, как человек дикий в культурных наших делах, я не знал, что такое группа Банда и Ратмир Шишков. Я его нагуглил. Это Корифан Тимоти, соответственно, вместе с ним был в этой группе Банда. Я вообще про группу Банды ничего не знал. Я и про Тимоти ничего не знаю. Вот Тимоти несет этого самого Ратмира Шишкова, которого опознали по татуировкам, потому что соответственно там начался пожар, разлился бензин, погиб этот самый Шишков, его невеста там траля-ля. Вот и все дела. Похороны на себя взяли там Тимоти Игорь Крутой. Тимоти записал композицию специальную, ну, как обычно. Вот, это 2007 год. То есть, тоже такой серьезный человек, известный. Думаю, если бы не погиб, у нас сейчас было бы на одного рэпера больше, а так русская культура много потеряла. это вот интересно написано. Ратмир Шишков с девушкой. Это невеста или просто девушка? Вот, потому что в машине он был с невестой. Вот, вот так вот Сухаревская площадь вырывает лучших из наших рядов. Число людей, жизнь которых унесли аварии в районе Сухаревской площади, растет с каждым днем. Не исключено, что энергетика этого места влияет на поведение людей. Ярким примером тому может служить недавнее происшествие с участием 20 автомобилей. Все там же на Сухаревской площади. Молодой человек, находясь за рулем своего внедорожника, как он утверждает, в полном уме, абсолютно трезвом состоянии, покалечил около 20 машин, после чего едва избежал самосуда их владельцев. Мне это знаете, что напоминает эпизод из фильма Крепкий орешек 5? Вот там так себя ведет Брюс Виллис, тоже находясь в твердом уме и трезвой памяти. Да, мать виновника утверждает, что сын всегда был спокойным, неконфликтным человеком, да и сам он рассказывает ситуацию, теряется, говорит, не знаю, что на меня нашло. Ну, как мы знаем после эпизода с Михаилом Ефремовым, там может быть все, что угодно. Там может КГБ подсыпать кокаину водку, там, или украинские шпионы лазером перехватить управление автомобилем. В этой Москве все, что угодно может случиться. Очень опасное место. Что уж говорить о постоянно мелькающих в прессе заметках об очередном обале грунта, несчастном случае с переломом или травмой головы, кражи или ограблений. Статистика происшествий на Сукребской площади впечатляет. И прям проклятое место. Да нет, моночка, просто традиция такая. Ну, рынок по сбыту краденого. Что вы хотите? среди фанатов городской мифологии сверхъестественна. Существует такая легенда. Разобрав Сукребу башню, особисты исследовали подземные галереи, рассчитывая обнаружить алхимическую лабораторию Петровского чернокнижника. Действительно, лабораторию нашли, а вместе с ней философский камень и загадочную черную книгу. Но как нашли, так и потеряли. В нечистые руки такие артефакты не даются. Вот мне почему-то всегда казалось, чернокнижник имеет какой-то темный оттенок. То есть и черная книга это как-то не про ангелов и не про бога и не про какие-то светлые силы. Вы все видели фильм чернокнижник, я надеюсь, с Джулианом Сенсом отличный. Видимо, такие у особистов я так понимаю у ГПУ или НКВД руки настолько чистые, что даже вот такие темные артефакты в них не даются. Кошмар. Ну и в конце собственно хотелось бы немножко просто поговорить по сносу башни, потому что там была большая дискуссия. На ее защиту стали художники, искусствоведы, архитекторы и так далее и тому подобное. То есть требовали переделать этот план. Было у них по этому поводу столкновение с содержимым оккультизмом Кагановичем, но в конце концов все-таки Сталин сказал нет, будем сносить. А всех художников, как вы понимаете, тут же расстрелял. Кстати, Грабарь это вообще легенда. Это человек, легенда в смысле сохранения, реставрации, всяких исторических памятников. одни кижичи его стоят. вспомним, помните, пару лет назад там где-то церковь в Карелии сгорела, вот он тоже за нее отвечал, расстрелял его Сталин, судя по всему, в 1960 году. Вот. Ну, что я могу сказать по этой теме? Конечно, художников, архитекторов, искусствоведов, реставраторов, их можно понять. Ну, потому что это они по своему складу ума и по своим профессиям, да, то есть это очень такие консервативные люди, они против сноса любого памятника вообще, да, вот. Но, к сожалению, любой город со временем меняется, в любом городе уничтожаются исторические памятники в том числе, ну, понимаете, набивший Оскомину пример Парижа при Османии, тот же пример Парижа, Нотр-Дам-де-Пари, что там с ним сейчас делают, вот, то есть, ну, в любых городах уничтожались памятники, да, я думаю, что если там, ну, исключением может быть только Рим, ну, там, Муссолини очень грамотно в свое время сделал, он просто рядом со старым Римом построил другой город практически, да, то есть, Рим новый, а вот, а вот в Москве нет, как бы, в Москве перестраивался сам город, да, то есть, ну, время идет, город меняется, вот, было в нем, например, там, жило в нем миллион человек, да, там, и не было автомобилей, ничего, и так далее, и тому подобное, можно было вот воткнуть вот такую вот башню посередине улицы, да, вот, раз дома, два дома, и вот тут такая башня, а вот теперь представьте, что это сейчас оживленная трасса с выходом на Садовый и переходящая в проспект Мира, вот дальше, и вот тут вот стоит такая штука, я не знаю, конечно, она красивая, спору нет, очень жалко, может быть, ее было сносить, но, сейчас, вот, такое перекрытие трассы, да, оно абсолютно нереально, просто исходя из логистики, да, вот, из дорожного движения и так далее, и тому подобное, в Москве бы сейчас было бы просто невозможно передвигаться физически, ну, и, кстати, вот, опять же, надо обратить внимание на то, что когда вот Сталин что-то снет, у нас вой об этом там просто десятилетиями идет, ну, а когда, например, что-то снес какой-нибудь Николай Первый для постройки Храма Христа Спасителя, да, то есть, там воя никакого нет, или когда что-то снес там Сергей Собянин, там, или Лужков, да, вот, какое-нибудь историческое здание, или воткнул куда-нибудь какую-нибудь точечную застройку, да, то есть, как вот мне сейчас очень нравится, вот знаете, вот для ценителя архитектуры, вот именно в этом месте, рядом, значит, с бывшей Сухребской башней, вот тут вот стоит церковь, а в том же здании практически находится Макдональдс, вот это вот прям скрепно сохраняет такую атмосферу города, да, там надо было еще какой-нибудь стрип-бар вот пристроить вот рядышком, да, вот совсем бы было охренительно, это вот на заметку ценителям старины, вот, так что вот так вот, и, сами понимаете, что нахождение вот здесь вот, сейчас вот в этом месте, при сегодняшней транспортной нагрузке, вот Сухребской башни, оно невозможно по определению, ее бы все равно бы, чем-нибудь бы с ней сделали, есть очень много проектов, всякого, всякого восстановления, да, Сухребской башни, то есть, в другом месте, да, на каких-то эстакадах, ее уже хотят построить, еще что-то устроить, там, какой-нибудь исторический туристический центр, собственно, флаг людям в руки, барабан на шею, только эти разговоры идут, по-моему, с 96-го года, а воз и ныне там, так что, ну, вот все, что я могу сказать про Сухребскую башню, Мона Даль, прошу любить и жаловать, много мы сегодня интересного узнали про черную магию, про московское метро, Сталин и Ягоду, вот, и Якова Брюса, услышимся, когда дойдут руки до следующей, главы, всем добра, спокойной ночи.